Зайдем мы, конечно, с актуального. Зайдем мы с очень интересной новостью о том, что Луиш Кампуш, бывший спортивный директор Лилии Монако, будет теперь совмещать работу спортивным директором в Сельте, где он работает уже с весны. То есть еще трансферного окна у него не было полноценного, но он там уже работает. И в ПСЖ. ПСЖ, его второй клуб, разные клубы и по задачам, и по лигам, и вот он их будет совмещать. Я думаю, что первая мысль, после того, как вы это прочитали, у вас такая же, как у меня. Это воспоминания о том, как нечто подобное, немножко в другом формате, не через должности в клубах, а через консалтинговую фирму, которой могут обращаться разные клубы, пытался построить Ральф Раненник. В итоге мы получаем ситуацию, в которой уже идет вот такая попытка от топовых архитекторов, архитекторов проектов, назовем их так, скорее это даже не спортивные директоры в классическом понимании, и точно не просто селекционеры. Это люди, которые пытаются продавать какую-то клубную философию. И мы видим, что в разных формах, но они пытаются реализовывать структуру, в которой их методология продается в разные клубы, которые там желательно находятся в разных странах, а они практически свысока следят за реализацией этого проекта. Но это очень-очень похоже на то, что называется в деловом мире франшизой. Я знаю, что в футболе тоже это понятие иногда использовали, но скорее все-таки не по назначению, а вот тут прямо вот в прямом значении этого слова. То есть тот, кто пользуется франшизой, получает право пользоваться брендом, потому что бренд ранника, бренд кампуша, он будет причастен к этим проектам, и бизнес-методологию, за выстраиванием которой будет следить как раз-таки вот этот вот исполнитель. Ну и следовательно, даже интереснее самой работы кампуша в PSG, поскольку она сама по себе тоже интересна, интересно, насколько это может быть уместно и насколько, простите, у меня тут звук не был выключен, сейчас будет все нормально, насколько это может быть уместно и реализуемо в принципе в мировом футболе. Мне кажется, это, несмотря на то, что опыт ранника получился неудачным, мне кажется, это вполне логичный следующий шаг. Вообще футбол все больше и больше становится бизнесом, все больше и больше подражает большим бизнесам, и мне кажется, что в футболе мы все чаще и чаще будем наблюдать нечто подобное. И интересно, что примерно в одно и то же время именно те исполнители, вот прямо топовые, с очень четко выстроенной методологией попытались это реализовать. И даже не попытались, а пытаются, потому что это процесс, который мы сейчас наблюдаем. Так вот, вот в рубрику под обсуждение я хотел бы услышать ваше мнение конкретно, вот насколько вы видите это реальным, вот насколько вы видите такое будущее реальным, где очень-очень много, скажем так, даже не спортивных директоров, как мы их обозвали архитекторов проекта, продают сразу ряду клубов свою философию и дальше уже, как при продаже франшизы, просто следят за ее воплощением. Вот примерно такой вопрос я сформулировал, ну и, конечно, интересны и положительные, и отрицательные сценарии. Верите вы в такое, не верите? Почему? Это очень, мне кажется, очень содержательная тема для того, чтобы ее обсудить не одним-двумя предложениями, а как минимум двумя-тремя абзацами. Буду очень благодарен вам за комментарии, за мнение на этот счет. Ну и давайте, раз мы находимся тут формально в теме кампуша и ПСЖ, давайте на некоторые вопросы ответим по тому, что вас всех интересует. На следующий ход, наверное, сначала нужно не следующий ход, а сначала содержание предыдущих серий. На всякий случай, если вдруг кто-то пропустил, перестановки серьезные в Париже начались после перепродления Килина Мбапе. Возможно, тяжело это прямо подтвердить, но по датам очень хорошо сходится, что как раз-таки уход Леонардо и очень серьезные реформы внутри клуба связаны напрямую с тем, что он согласился остаться как важнейший элемент этого проекта. Приходит спортивный директор Луиш Кампуш, который непосредственно знаком Мбапе, он пересекался с ним в Монако и в целом проделывает уже не в одном клубе очень хорошую, качественную работу. И сейчас следующий шаг, следующий интересный шаг, это, конечно же, выбор тренера. Выбор тренера под этот новый проект. Кажется, что это проект, который обладает все еще теми же ресурсами, которые всегда были у Парижа, но большей адекватностью. По идее, то, чем можно привлечь, потому что деньги у Парижа были всегда, и статус звезды Мбапе есть уже достаточно давно. То, чем можно привлечь, это адекватность, которая исходит именно от персонажа, хорошо знакомого ему. И, наверное, эта адекватность признается не только самим Мбапе, но и всем футбольным миром. Так вот, наверное, она появится, возможно, она проявится и в выборе следующего тренера. Сейчас называют два основных варианта, и вот вы о них тоже спрашивали. Первый вариант, достаточно скучный, который мы много раз уже обсуждали, это вариант с Зиданом. С Зиданом, я думаю, это суперочевидный вариант для команды, который нужно балансировать. Зидан самый, несмотря на то, что Анчелоти выиграл Лиу-Чемпионов, на мой взгляд, самый топовый представитель этого течения. Также он француз, Париж сейчас главный французский клуб, все очень неплохо тут сходится, наверное, за исключением того, что из Марселя Зидан, но, наверное, об этом уже все в неплохой степени успели позабыть, и это не будет какой-то серьезной проблемой. Ну, конечно, он выглядит идеальной кандидатурой, но просто это уже много раз проговаривалось. Но раз вы его вспоминаете, то я тоже вспомню, что я о нем уже говорил. А вот вторая кандидатура, она интереснее, это Кристоф Галтье, который, следовательно, тоже пересекался и знаком с Кампушем, человек, который построил чемпионские лиды, и человек с очень четкими тренерскими принципами, с очень четким шаблоном, который, наверное, можно уже постепенно, если это подтвердится, примерять и на Париж. Что мы можем тут сказать? Вот как раз вопрос у вас так сформулирован. Галтье в Пассаже, и дальше следующее предложение такое. 4-4-2 при защите с Месси и Мбаппе в качестве форвардов. И это очень точный вопрос, на самом деле, потому что, если мы говорим о Галтье и его философии, то 4-4-2 это неотъемлемая часть этой философии. Это то, что он строит буквально в каждой команде. Он очень здорово организует команду при обороне, потому что в чемпионский сезон Лиги под опущенным моментом даже атлетика превосходил. И оборонялся очень схожим образом, можно было какие-то аналогии проводить. Это не ультрасмелый прессинг, но это очень хорошо организованный компактный блок в 4-4-2, который, наверное, все-таки требует меньшей интенсивности. Тоже надо очень много смещаться, много работать, но все-таки требует меньше интенсивности, чем более заточенная именно на высокое давление игра. Есть примеры того же Элмаза, очень возрастного нападающего, который не затерялся в такой концепции. Так что, думаю, тут можно ожидать того, что в Париже, даже с этими игроками, хотя еще большой вопрос, какой состав у него будет, и может быть от одной из больших звезд все-таки Париж избавится для сохранения баланса, или даже для построения баланса, будет правильнее сказать. В общем, мне кажется, что будет очень интересно за этим следить. Ну и, следовательно, несмотря на то, что в первую очередь команды Галтье, кстати, вот важный факт, что он в каждой команде, на мой взгляд, в каждой команде добивался на данном этапе карьеры, добивался результатов лучших, чем предполагает ресурс, который был у него в распоряжении. То есть, по-моему, он нигде еще за всю карьеру не провалился. Пускай это будет для него первым топовым шансом, скорее всего, но нигде за всю карьеру он не проваливался. Это, мне кажется, тоже важный, вот именно по тем метрикам, которые мне особенно интересны, это ресурс, результат. Это тоже, мне кажется, важный фактор. Так вот, базис, конечно, это игра без мяча в таком вот формате. А с мячом очень четкая, как правило, структура, которую можно даже назвать структурой позиционного футбола. Просто в этой стадии не так много времени проводят команды Галтье, но они очень неплохо себя чувствуют именно в затяжных атаках, когда нужно себя проявлять таким образом. В общем, мне кажется, что это очень интересный был бы ход, но, понятное дело, в 4-4-2 кто-то будет вынужден оказываться на флангах. Вот вы занесли на фланги из большой тройки игроков Месси, Мбаппе. И, понятно, вы Месси и Мбаппе занесли как нападающих. Понятное дело, есть еще Неймар, который будет тоже претендовать на эти места. И, наверное, именно ему придется вспомнить о роли, которую он исполнял еще в Барселоне какое-то время. Не знаю, может ли он сейчас ее исполнять, либо уже не в состоянии, когда при обороне ему нужно было левого вингера, левого полузащитника, график 4-4-2, а, допустим, там Месси и Суарес оставались выше. Это в поздние времена при Луисе Энрике еще было. А в целом, вообще, мне кажется, что нечто подобное мы можем увидеть и в ПСЖ, если возглавит Галтье, что-то похожее на Барсу времен позднего Энрике или даже раннего Вальверде. Это все еще команда доминантная, но команда, которая пытается адаптироваться под Лео Месси и его сильные качества. Мне за этим было бы интересно последить. И, по крайней мере, если вот почти на очень серьезную часть сезона находился в поисках и экспериментах, мне кажется, в Галтье будет сразу система, которая может откатиться и в которой до определенной степени может переваривать звездных футболистов. В хорошем смысле переваривать. Но, понятное дело, это не сделает Париж внезапно так резким образом такой ультрамодной, ультрасовременной командой, где есть и прессинг и и позиционный футбол. Но, в целом, мне кажется, скорее совместимость такая может присутствовать у Парижа, а не наоборот. Субтитры создавал DimaTorzok